Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру продолжает цеклубеседу Евангелия от Матфея. Сегодня мы с вами читаем 14 главу. В то время Ира, четвертовластник, услышал Мавву об Иисусе и сказал служащим при нем. Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, потому и чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он, склятывая, обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала, «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. Ирод убил Иоанна Крестителя, и ему кажется, что Иисус — это воскресший Иоанн Креститель, потому что совесть его нечиста, и он не верит, но он суеверен. Вот это странное сочетание, на первый взгляд, но оно часто бывает в людях, когда человек не верит в Бога, но он при этом очень суеверен. Он готов поверить в то, что на самом деле Иисус — это воскресший Иоанн Креститель. Ирод арестовал Иоанна, посадил его в темницу, потому что Ирод обличал Иоанна из-за того, что он отбил жену своего брата Филиппа. Иродиада рассматривала вот эту смену мужей как большой карьерный рост. Ирод — иерархически повыше Филиппа. Он более привлекательный в этом отношении муж. И во дни празднования дня рождения Ирода дочь Иродиада плясала перед собранием, угодила Ироду, и он ей склятвы обещал дать, чего она не попросит. И, очевидно, это просто такой пьяный жест. Там собралась вся верхушка общества, все люди, на которых Ирод опирается в своем правлении, и он делает такой широкий жест. Я тебе вот что хочу, что и дам. И она по наущению матери своей сказала, дай мне здесь на блюде головы Иоанна Крестителя. И мы видим какая-то тяжелая атмосфера, на самом деле, при дворе Ирода. У него вроде есть жена, там самый близкий человек, и она его подлавливает, она его подставляет. И он опечалился, но ради клятвы возлежавших с ним повелел дать ей. С одной стороны, Ирод — это царь, он правитель, он вроде бы командует, он распоряжается. У него есть власть, но, с другой стороны, он не может просто сказать «нет». Нет, я не выполню твою просьбу. Давайте еще не другое дам. Нет. Он боится уронить себя перед лицом всех собравшихся. Вот вроде пообещал и не сделал. И он понимает, что если он себя уронит, о нем станут говорить. Его власть начнет шататься. А власть в этой обстановке можно потерять только с головой. И он боится, и из этого страха он посылает отсечь голову Иоанну в темнице. И принесли голову его на блюде, и дали девице, а она отнесла матери своей. И мать, очевидно, довольна, поскольку она свою власть укрепила. Ученики же его, придя, взяли тело его, погребли его. И пришли, возвестили Иисусу. И мы видим здесь, как Иоанн Креститель, последний из пророков Ветхого Завета, человек, который занимает важную роль, чем в истории спасения. То есть все ветхозаветные пророки, они предсказывали только приход Иисуса Христа, они предсказывали приход Мессии, а Иоанн его лично встретил. И вот этот человек умирает, его беззаконно убивают просто в результате каких-то придворных интриг. Совершается страшное зло и страшная несправедливость. Но Иоанн Креститель в этом отношении служит предвестником самого Господа Иисуса Христа, который тоже будет убит и воскреснет из мертвых. И это значит, что Иоанн Креститель тоже будет воскрешен. Это значит, что все мученики, которые умерли за Христа, они имеют надежду воскресения, поскольку Христос воскрес. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей, сжалился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал им, принесите мне их сюда. И велел народу возлечь на траву, и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, богословил и преломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились. И набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. Иисус отдалился оттуда в пустынное место, и за ним пешком прибежал народ. И Господь сжалился над ними и исцелил больных их. И мы видим, как в пустынном месте находится Иисус, и вся эта толпа народа, которая сбежалась к нему, и ученики ему говорят, что время позднее, отпусти народ, скажи людям, чтобы они шли и купили себе пищу. Но Иисус им сказал, что не нужно им идти, дайте им есть. Они говорят, что у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. И мы видим, как Господь взял эти хлебы и рыбы, велел народу возлечь на траву, взял пять хлебов и две рыбы, богословил, преломил, дал хлебу ученикам, ученикам и народу. То есть Господь насыщает весь народ через учеников. Он дает пищу, он дает этот хлеб ученикам, ученики дальше народу. Это прообраз Евхаристии, прообраз того небесного хлеба, которым Господь питает церковь. Но это также, конечно же, это просто историческое событие. Это просто сверхъестественное чудо. И мы читаем, что евших было около пяти тысяч и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных. Потому что были попытки истолковать это чудо как-то естественно, что вот у всех были запасы, все с собой какую-то еду принесли, но они боялись ее достать, не хотели поделиться друг с другом. Но Иисус всех вдохновил, чтобы они поделились, в итоге на всех хватило. Это толкование не работает, потому что мы видим здесь оставшихся кусков двенадцать коробов полных. То есть это именно чудо. Господь показывает, что Он может всех насытить, что у Него все есть. Останьтесь к Нему и придите с Ним, и все ваши нужды будут восполнены. Но мы видим здесь также, что речь идет о самой простой пище. То есть Господь не устроил там умножение каких-нибудь, не знаю, перепелов, каких-нибудь экзотических фруктов. Он людей насытил достаточно простой пищей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодки и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Иисус зашел на гору помолиться наедине. Мы часто видим упоминание, что Господь уходил в пустынные места, и там постоянно молился. Господь много времени проводил в уединенной молитве. Это иногда вызывает недоумение, как Он молился, когда Он Бог, кому Он молился. Ну, напомним, что как учит Церковь и как нам свидетельствует Священное Писание, Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. И вот как человек Он молится. Как человек Он совершает все, что свойственно человеку, и в частности Он совершает молитвы. И более того, Он молится и сейчас, будучи нашим ходатаем-предотцом. И Он показывает, в частности, нам пример молитвы. Иисус, конечно же, был занят. Конечно же, Его окружало огромное количество людей, которые требовали Его внимания. Конечно же, Он исполнял самое важное служение, которое вообще только могло быть, но Он никогда не был слишком занят для молитвы. Он уходил, и Он много времени отдавал молитве. И этим Он показывает пример, что любое наше и христианское служение, и христианская жизнь вообще, она строится на основании молитвы. Молитва — это самое важное. Мы начинаем с молитвы и на ней все строим. И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пришел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились, и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это Я, не бойтесь. И Иисус пошел к ним, идя по морю. То есть Он показывает свою сверхъестественную власть над всем творением. И ученики, увидев Его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и испугались. В древнем мире люди верили в существование призраков. Это было достаточно распространено. И это, в частности, обращает нас к истории воскресения Господа из мертвых, поскольку иногда люди говорят, может, они видели видение, может, у них там были галлюцинации. Нет. Если бы люди видели что-то, напоминающее видение, они бы и сказали, что это призрак. Но они общались с Господом, который воскрес из мертвых, буквально телесно и физически. Не привидение, не призрак. А именно воскресшего Господа они и видели. Потому что если бы они видели призрак, они бы это и описали как призрак. «Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня». Иисус тотчас простер рукой, поддержал его и говорит ему, «Зачем, маловерный, зачем ты усомнился?» И когда они вошли в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно Ты, Сын Божий». Петр пошел уже по воде, было, но он увидел ветер и волны, и он испугался. И вот когда он испугался, он смотрел не на Господа, он смотрел на ветер, на волны. Когда испугался, он начал тонуть. И он оказался маловерным, когда он стал смотреть не на Бога, который устроил все по своей воле, а когда он стал смотреть на волны. И это урок для всех нас, чтобы мы, не отрываясь, взирали на Господа, который творит чудеса и который может все. И, конечно, когда он стал утопать, Господь его вытащил. Он простил руку, поддержал его, и говорит ему, маловерный зачем-то усомнился. И в водке люди понимают, кто такой Иисус. Они поклоняются Ему, говорят, истинно Ты, Сын Божий. «И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав Его, послали всю окрестность Ту и принесли к Нему всех больных, и просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его, и которые прикасались, исцелялись». Люди услышали, Иисус уже хорошо, очень известен. Люди услышали и принесли всех больных, те, которые прикасались к Нему, и исцелялись. Присутствие Господа — это присутствие исцеления, это присутствие того Царства Божия, где больше не будет болезней, где больше не будет никакого зла. И вот знаменем, свидетельством этого являются все эти исцеления, которые дает Господь. Мы с вами прочитали 14 главу Евангелия от Матфея. Мы с вами читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру».